Не только Россия сумела сохранить своих фигуристок в хорошей форме. Гран-при Японии. Женщины. 1. Кариса Камата, Япония, 229,51. 2. Вакаба Хигути, Япония, 200,98. 3. Рина Мацюэки, Япония, 198,97. 4. Майя Михара, Япония, 194,73. 5. Мака Ямашито, Япония, 186,13. 6. Манакаваби, Япония, 185,70. 7. Юйен, Южная Корея, 181,73. В японской Асаке прошел четвертый и последний этап серии Гран-при по фигурному катанию. Как известно, серия в этом году усеченная. Два этапа во Франции и Канаде отменили, а на остальные из-за антиковидных ограничений не смогли приехать сильные иностранцы. Тем не менее, даже в формате локальных стартов Гран-при смотрится неплохо, что доказал и российский этап. Японский, на удивление, был не хуже. Там тоже заходили на Ультра-Си, набирали приличное количество баллов и даже пустили зрителей. Перед стартом соревнований главным фаворитом японского этапа была кореянка Ян Ю. Ее допустили до Гран-при, поскольку у Кореи своего этапа серии нет, а Ю тренируется в Японии у знаменитого тренера Мио Хамады. Примерно по такой же схеме в России выступал грузин Марис Квитилашвили, работающий в группе Терри Тутберидзе. Ян Ю весной была чуть ли не претенденткой на золото чемпионата мира, она добавила к тройному Акселю, который она уже ранее успешно исполняла на соревнованиях четверные Луцаритбергер. Но ЧМ в Монреале отменили из-за коронавируса, по всему миру ввели локдаун и избили тренировочный процесс. Она начала тренироваться и готовиться к сезону заметно позже своих соперниц, что точно сказалось на ее итоговой форме. Тем не менее, в каком точном состоянии кореянка выйдет в Асаке сказать было трудно, поскольку информации из Японии поступает мало и соцсети азиатские фигуристы ведут не так активно, как российские и американские. Но знак, что у Ян Ю не все хорошо поступил еще в день подачи заявок на технический контент. Ни четверного Луца, ни тем более Риттбергера ее исполнять не собиралась и неизвестно, восстановила ли она эти элементы. Правда реальность оказалась намного жестче. Уже в короткой стало ясно, что за первое место ее бороться не будет, падение с тройного Акселя, тройного Луца, заваленный каскад Флипа с Тулупом. Последнее 12 место. В произвольной Ян откаталась получше, но вернуть утраченные позиции уже не смогла. Зато в произвольной ее сделала чистый тройной Аксель и показала, что не совсем утратила все за межсезонье. Возможно, Ян не хватает пока что физике выкатывать программу от Ида без ошибок, а проблемы со стабильностью у нее были и раньше. Кореянка, кстати, не единственная, кто пробовал ультра-си. И не единственная, кто делал это успешно. В произвольной Аксель в 3,5 оборота получился и у Вакабы Хигути. Визуально Вакаба сделала очень хорошую попытку, но на пересмотре судьи заметили у нее недокрут в четверть оборота. Пробовала Хигути прыжок и в короткой, но тогда упала. Два раза заходила на тройной Аксель еще Мана Квабе выдала два неудачных исполнения. Был на японском этапе и четверной. Молодая Мака Ямашита заходила на четверной с ольхов, но не смогла скрутить прыжок и упала. Что важно, Карина брала по итогам соревнованию больше баллов, чем россиянка Елизавета Туктамышева на московском этапе и стала лидером всего мирового сезона. И это при том, что в Японии было достаточно строгое судейство. Если в США и России, особенно в России, посчитали нужны поддержать своих спортсменов высокими баллами на первом и пока что единственном международном старте, то в Японии, наоборот, судили очень строго и отмечали каждый недокрут. Не баловали и оценками за компоненты. Пока в Москве ставили практически всем больше 9 баллов, в Асаке попадались и 7-ки, и 6-ки. Поэтому итоговые 229,51 от Сакамата действительно впечатляют. На чемпионате мира в Стокгольме, если он все-таки будет, Сакамата будет мощной конкуренткой российским девушкам. Особенно если продолжит работу над четверным тулупом. Ее вполне должны обходить Александра Трусова и Анна Щербакова, но вот только Трусова пока что в пике и каждое ее выступление – это русская рулетка. А Щербакова лечится от пневмонии и не факт, что если вернется к ЧМ, то будет в хорошей для турнира форме. Поэтому шапкозакидательские настроения точно надо прекратить. Оказалось, что не только в России сумели в условиях пандемии подготовить к сезону своих спортсменов. Сначала неплохой уровень показали в США, а теперь и японка Сакамата немного припугнула россиянок. Тем не менее, главным откровением японского этапа стала не Карин, а танцор на льду Дайсуке Такахаси. Просто представьте себе историю, бронзовый призер Олимпиады, чемпиона мира в возрасте 34 лет дебютирует в другом виде спорта. Всю карьеру Такахаси был одиночником, причем вполне плюс успешенным. Но год назад Дайсуке решил попробовать себя в танцах на льду. Встал в пару с Каной Мурамата, поехал тренироваться в США к сильнейшему тренеру Марине Зуевой. А потом случилась пандемия и многие решили, что про свою затею Такахаси забыл. Как бы не так. Он вышел на лед в официальных соревнованиях и после короткого танца пары Мурамата, Такахаси поразил всех, чемпион мира и его партнерша заняли третье место. И точно первые в зрительской поддержке фанаты устроили Дайсуке стоячую овацию после выступления. Кстати, японский этап прошел со зрителями и визуально их было даже больше, чем в Москве. Но в случае с японцами американец Филипп Херш, требовавший отменить московский этап, выступать не стал. Судьи в масках, технические специалисты в масках, тренеры в масках, зрители в масках. Даже плюшевые о игрушке в масках, написал Херш в своем твиттере. А потом сообщил более важную новость, на чемпионат Японии, который пройдет в конце декабря заявлен знаменитый Юдзуру Ханю.